9 октября в Большом зале Дворца культуры «Спартак» состоялось совещание Министерства промышленности и энергетики Республики Дагестан по вопросам инвентаризации абонентских баз и о предварительных итогах оплаты за предоставленные энергоресурсы в Северном территориальном округе Республики Дагестан. Совещание проходило под руководством первого заместителя в Рео-министра промышленности и энергетики Республики Дагестан Арслана Арсланова. Мы такие встречи по поручению Владимира Анатольевича провели в двух наших регионах, в Южном регионе, в городе Дербенте провели встречу и в городе Буйнакске, где охватывали муниципальное образование горного территориального округа. Сегодня на встречу в городе Хасаю мы пригласили представителей 10 муниципальных образований и, соответственно, сельских поселений, которые территориально находятся в этих муниципальных образованиях. Участие в работе собрания также приняли глава города Зайнудин Акмазов, управляющий директор организации «Газпром» Межрегионгаз Махачкала Владимир Анастасов, управляющий директор ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» Муртаза Олеги Тинарасулов, руководители муниципальных образований, председатели сельских поселений, представители организаций и ведомств муниципалитетов и работники ресурсоснабжающих сети, относящиеся к Северному территориальному округу. В продолжении встречи слово было предоставлено Владимиру Анастасову. Из опыта работы, могу сказать, мы обменивались списками, то есть непосредственно работников, да, в вышеперечисленных сферах с нашей компанией. В принципе, есть опыт работы, оплаты непосредственно, и заработные платы, то есть вся эта работа, она может быть организована, и проблем-то нет. Значит, и усиление по разъяснению, по запрету использования, в том числе, самовольной установки и момента несерклифицированного оборудования, векущее за собой повышенные риски по происшествиям, преиспользованию природным газом Буту. Кроме этого, существует еще ряд факторов, влияющих на полноценную работу с населением. То есть это ответствие большей части, частного сектора аншлагов. Ну, коллега остановился тут так подробно, но я хочу добавить, что нашей компанией было принято решение, части и всем муниципалитетам, районным и главам поселениям были направлены письма, о том, что мы готовы, в принципе, нашими силами разместить эти аншлаги, да, там, где уже известны улицы, присвоенные адреса, то есть абсолютно безвознение. Одной из проблем, требующей вмешательства всех заинтересованных служб, является отсутствие полных данных о потребителях и абонентских базах, формированию которых препятствует отсутствие наименований улиц и нумерация домов, отметил в ходе своего выступления управляющий директор дагестанской энергосбытовой компании Муртаза Алигитина Расулов. Значит, приезжие, значит, ДЗО, так называемая группа российских, которые приезжали с Москвы, с Краснодара, они сталкивались с огромными проблемами, в плане того, что не было схемы, не было, значит, правильно разбита по адресам, установки узлов учета, установки техопор, установки, значит, провода, где надо заменить. И таким образом мы приняли решение, что вторым этапом в целом по республике мы будем проводить технический аудит и проводить соответствующие так называемые дальнейшие схемы. Изначально крайнюю инфраструктуру все здесь есть, и просьба глава муниципальных образований лично самим включиться в этот вопрос. Почему? Потому что от этого зависит в дальнейшем, как будут выполняться работы. Вот, например, если дать Тюмень-Энерго, она находится на Санкт-Петербурге и в городе Хасоверте. Вот, здесь надо в первую очередь провести полный аудит всех линий, значит, 4 кВт, привязка всех абонентов, всех этих точек, и все эти данные до 15 ноября мы должны успеть и представить Российский. Вторым обсуждаемым вопросом стало обеспечение оплаты за потребленные энергоресурсы организациями, финансируемыми из местных бюджетов. После выступлений всех спикеров собрания работа совещания прошла в форме диалога. Свои вопросы и предложения смогли озвучить представители муниципалитетов, председатели сельских поселений. Второй вопрос, Муртис Магомедович, насчет патистанции консервного залога, а кто вы ставите? Капа из горелых трансформатов. Все, я с второго вопроса начну. Консервный залог сейчас, ну, тут у меня трансформатор, там 4 мегаватта, мы до первого числа перевезем и установим. Я в главе муниципального оборудования сказал, и Аслава Благовича лично держит на контроле. Поэтому 4 мегаватта трансформатор до первого числа будет. А в части, касающейся строительства, это пацан Тюмель-энергоресурс приезжал от него. Приезжал, да. Ему отдайте документы, он не готов включить. В целом, ситуация является удовлетворительной, за исключением положений в нескольких муниципалитетах, отметил в завершении собрания Арслан Арсланов. По итогам выступления, руководителям муниципальных образований было рекомендовано принять незамедлительные меры и обеспечить стопроцентный уровень платежей. Зарема Хайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».